приветствую сегодня суббота я решила сейчас время начала уже десятого вечера но решила все равно хоть чуть-чуть вот тут вот тянуть у меня не хватает приблизительно около сантиметра вот тут вот вот где-то от середины да вот вот по этой раме считаю вот на сантиметр вот этот не доходит у меня поэтому я сейчас хочу дотянуть штукатурку уже высохла уже неделя прошла сейчас я навела небольшое 7 литровое ведро но литра 5 минут уродом там не было открыт поэтому я навела родным беру кельму штукатура 100 на 130 и размазываю я как бы к ней еще не про не приводилась мне очень много ребят падает то есть как бы технологии набрасывания не проходит скорее всего технологии будет намазывания сейчас посмотрим взяла два шпателя 30 и 10 сейчас как-нибудь намажем каждому материалу вы знаете надо иметь привычку когда ты уже привыкнешь ты поймешь как он себя ведет все будет просто отлично сейчас не хочу чтобы откосики мы уже потом сами тоже заклеивали как стеклохолстом я вот заклеила пол потолка хочу также и откосы я проклеить потому что вот этот откос ребята вот с левой стороны я делала в ноябре еще вот и у него две трещины приблизительно как петли вот у окна две трещины идут вот поэтому они также пройдут эти есть их не засонировать стекло-холстом они также но пройдут они по краске поэтому это надо сделать час будет когда высохнет этот раствор наклеить стекло-холст и его отшпаклевать и там уже будем заниматься уже маляркой мешала я от руки чтобы не жужжать сейчас накладываю я вам хочу сказать чем я сегодня занимался я сегодня искала пылесос тема такая значит смотрите 20000 аспра который идет к шлифмашине 1600 ватт ну такое вот как бы вот ведро сильно мотором будет значит он свыше 100 децибел если что значит конторы которые ему составляют конкуренцию можно купить от 13 с половиной тысяч китая 3 около 14 тысяч из на типа новосибирска возит по другим названием быстрее придет вот дальше керхер 30 литров на колесах трек эль т.е. значит у нас он стоит 55 тысяч там будет кабель значит можно купить дешевле за 48 митина вот там будет кабель всего который трек эль в нем всего две насадки будет 48000 сам дешевая цена я нашла у наших и будет два с половиной метра шланг то есть я у дениса тем летом у него был керхер у хозяина моего керхер в 3 и там был трехметровый шланг или два с половиной . короткий шланг вот покупать пылесос заведомо шлангом который надо купить за 9000 если он даже не антистатический анти статика по моему 14000 но я не согласна заранее покупать чтобы шланг он тебе не пригодится такой короткий вот значит какой выход не нашла еще можно через озон как я покупала себе граковский этот пистолет через три недели придет там 26 что ли 27 июня и выйдет мне в 40000 41000 ну 40 41 с пошлиной который стоит у нас 55000 чтобы шланг был длинный 400 метра и шнур будет семь с половиной метров и насадок будет ну даже если две насадки как бы но хотя бы шнур будет по длине и шланг вот значит если из китая везут они из румынии ну как все везут вместо исполнения этого керхера вот этого трек л нт л е какие-то ночью короче вот у нас 55 а там в озоне можно купить из китая за 40 тысяч с пошлиной вот значит и макиту макиту можно купить на озоне через три недели из китая за 50 тысяч и вот этот 42 10 на 10 тысяч дороже вот такая тема потому что я прочитала ребят то что вот длт ну там не длт там макс вот возит из белоруссии 18 тысяч можно типа завтра привезут без гарантии вот значит ребята пишут защелки вообще не держит вот что как его перетаскивать и типа там пишут ну колхозь делай ручку ночью 18 что покупаешь без гарантии и делаешь еще ручку какую-то там чтобы его перетаскивать вот ой те пишут которые имеют значит этот бизнес пишут но вы же покупаете не керхер претензий как керхер у вас вот значит я смотрела еще интерскол можно купить за 15 тысяч с электронной регулировкой оборотов на мощности ну 15 20 еще стоит 30 литров 86 децибел почему показывают на выставке как ребята там один парень подошел начал его крутить и а там значит по этим роликом пишут у кого этот аппарат был пишут очень сильный звук 86 децибел это очень большой звук вот значит твердый шланг вот но цена хорошая ребята один там последний экземпляр можно за 15 тысяч купить вот выпуска 23 декабря 23 года есть и без этой регулировки мощности то есть будет он тебе гнать вот этот 1600 ватт не факт что это мощность всегда нужна именно такая высокая честно говоря там значит написали ребята что на том же заводе что и starmex его делают ну вот такая ситуация сейчас накладываем с вами родная немножко прихватиться и снимем с вами излишки у меня основном вот где не хватало там по-прежнему не хватает наложил я тот край который сюда нас был накладывать наоборот кроме вот мне тут есть метровое правило трапеция сейчас мы этим метровым с вами и потянем так ребятки пошли макет не ставил сюда так у меня есть вот два правила тут огрызок вот 40 сантиметров и метровая оба идут трапеция потому что у меня вот 150 это у меня он за шкафом так как я хотела ребята сейчас подумать что я хочу и как это буду делать мне надо понимаете снять вот на раму хочу чтобы уже сохла вот эта часть чтобы можно было откосом заниматься так вот так вот так вот подложим все будет хорошо ну вот а шлифмашина придет не числа до 14 потому что я из крыма заказала совета у меня не горит тонечку когда-то она придет так а а а а рудбом это гипсовая штукатурка на сером гипсе тот раз там не оторвала ведь на тепло то есть она получается более что ли прочная не тот шпатель взяла хотела вам показать как можно срезать вот у меня тут был дюбель вот жесткий шпатель спокойно срезает на скорости бумага если я сейчас не снять то она потом у вас размокнет от раствора и там мой пузырь не один парень начал писать что дюбель есть не вытащен надо пеной ребят дюбель под 6 миллиметров внутри у него наверняка еще меньше поэтому я делаю вот так без всяких пен берем с вами сейчас метровый метровое правило так метровая как мы с вами оставим на раму давайте поставим на раму вот 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 беру 40 сантиметров и до грамм и в эту сторону отлично пойдем на тот край ребятки еще есть раствор так уберу стекло хвоста чтобы его не загрязнить нить и 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 Сейчас еще с вами заделаем вот тут вот, вам не видно, ну вам не поверьте, вот тут дыбель, я его сейчас хочу замазать. Вот так. Вот так. Так, смотрим откос, ну видите, хорошо получился, что нормально, этот высох, вот то, что я вам говорила, предыдущий, да и этот высох, маяк я, наверное, буду оставлять, посмотрим. Ну, пока кручусь, посмотрим, если что, ну, вытащу, а может быть не вытащу, разберемся. Справа маяк я вытащила, слева, вот он еще есть там. Все классненько, все отлично, просто замечательно. Люстру я вытащила, крюк, он был там вкручен в дюбель, я думаю, я одну люстру тут обойдусь над столом. Вот, трещину я заделала и над ней я буду клеить стеклохолст. Вот, трещина. Вот так.